Друзья мои, Фермер.ру продолжает нашу агроэкспедицию, которая проходит при поддержке инновационной теплоизоляции для фермеров Logic Peer Agro от компании TechnoNikol. Ссылка будет в описании. А мы сегодня приехали на берег радости в гости Георгию. Георгий, приветствую вас. Георгий занимается всем. Агротуризмом, выращиванием птицы, КРС, переработка сыры, мясо птицы и так далее. База называется, или хозяйство называется Илоранта. Вот опять же ссылочка будет в описании. Георгий, расскажите, пожалуйста, вводную. Как давно вы занимаетесь? Вы же бизнесмен, вы занимались строительством, работали в правительстве Ленобласти. Ну и зачем это все? Ну это длинная история, но это вообще история про то, как искали дачу один раз и нашли себе жизнь. Вот так вот один раз случайно приехав, действительно в поисках дачи, влюбились в эти места с женой и прям вот пришло осознание, что мы должны здесь жить. И началась у нас база отдыха, но мы там еще будем с вами. Я надеюсь, что с женой еще пообщаемся сегодня. Мы на самом деле приехали, да, приехали и ночуем в этой базе отдыха. Супер. Это и завтраки, ребята, какие завтраки. Я тут чуть перескакиваю, но просто это радостно видеть. Да, да, мы очень тоже рады вас видеть. Очень приятно даже, что такое внимание к нам. Ну а потом как бы развивалась дальше история, что любой человек, который приезжает жить за город, рано или поздно задумывается о том, как бы... Чтобы он будет кушать вкусное, да. Натурально кушать, да. Вот мы тоже с этого начали, начали пытаться там выращивать курочек, чтобы яички, потом немножко там... Вообще я с детства в жизни любил есть две вещи. Это пельмени и цыпленка табака. И если в пельменях я, в общем, еще довольно давно достиг определенного совершенства... Сами? Катаете, да? Да, но еще с детства там, да. Так-то и не было, дефицит был, вот жизнь заставила. А то с цыпленком табака была история сложнее, потому что еще там 10 лет назад было довольно сложно купить реально маленького цыпленка. Маленького, да. Чтобы его можно было пожарить, не вот эти вот огромные курицы, которые не влезали на сковородки. Ну и мы попытались это начать выращивать, значит, просто в сарайчике, как все. Ну, а потом как-то так вот... Аппетит приходит во время еды. Шаг за шагом, слово за слово. И вот это превратилось в то, что я сейчас вам постараюсь показать. Причем не только я, потому что понятно, что хозяйство уже действительно оно такое многопрофильное, хотя и маленькое. То есть, каждая по себе, сама по себе, каждое направление наше, оно такое совсем игрушечное. У нас есть немножко молочного животноводства, чуть-чуть барашков, значит, немножко там гусиков, уточек. Более-менее профессионально мы все-таки занимаемся цыплятными бройлерами. Это мы уже, как бы, так сказать, ну, я считаю, что мы, если не ведущий, то один из ведущих поставщиков премиальной курятины в дорогие магазины Санкт-Петербурга. То есть, не используете антибиотики, получается? Мы не используем, да, так и стараемся вообще там по минимуму вмешиваться, поэтому они растут долго, медленно, но зато они натуральные и стоят дорого. Вот такая вот, такую мы для себя модель выбрали. Но я думаю, что это сейчас нам вот... Ребята, да. Специалисты наши, да, каждый в отдельности, потому что, конечно, слава богу, мы очень долго пытались это делать сами. И было, конечно, там, ну, как, все как всегда. Все как всегда. Все как всегда, да. Все не так, все переделывали, там, ничего не получалось. Наконец мы, так сказать, нашли все-таки профессионалов настоящих, эти сейчас у нас... То есть, каждое направление, за каждое направление свои профессионалы отвечают, да? Да, да, по крайней мере, по одному. Мы сейчас с ними познакомимся, вот, и они сами расскажут. С какого года ферма существует? Ну, мы начали так потихонечку заниматься там практически с 15-го года, но так посерьезно, мы уже что-то уже тут построили, уже начали так как-то уже что-то выпускать где-то с 18-го года. Но ваша история не связана с 14-м годом, вот, эта волна новых фермеров после известных событий? То есть, вы начали до этого, насколько я понял? Нет, мы начали примерно в это же время, но как-то оно просто это... Совпало по времени, да? То есть, не, 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 не потому что импортозамещение, что такое. То есть, у нас это изначально все-таки было не как... Мы не рассматривали это как профессионально заниматься этим, как бизнес, да, и до сих пор это не рассматриваем как бизнес. Это часть общей истории вот этой, знаете, такой теплой, вот такой загородного такого поселка, такого дачного ощущения, что все свое, ты приехал на природу, своя еда, уютные домики. То есть, если вот это вот рассматривать все в комплексе, то это как бы, в общем, и хорошо получается. То есть, насколько мы вчера успели уже поговорить, ферма как таковая, если взять ее за отдельную единицу, денег не приносит, а потребляет. Но потребляет тоже с базы, то есть, из другого бизнеса у вас сейчас нету, вот этого строительного, чиновничего. Был чиновничный бизнес-то? Чиновничный бизнес, плохое слово. Чиновник и бизнес не сочетливые вещи у нас в России, мы уже знаем это все. Да, значит, с других, я к тому, ну, шутки шутим, да, мы веселые ребята, то есть, это наш девиз, вот. С других, с другого бизнеса нет прилития, только с базы, с агротуризма, с экотуризма. Я уже увидел много таких классных вещей, как эти пакетики для собачек, совком и так далее. Но это мы поговорим, наверное, уже на самой базе, сделаем экскурсию, посмотрим, поговорим, это изумительно. То есть, деньги оттуда датируют ферму, получается. К сожалению, пока да, но мы не теряем надежды, все-таки, мы рассчитываем, что мы, так сказать, рано или поздно, все-таки, хотя бы в ноль. Вот наша задача такая, чтобы она, по крайней мере, сама себя окупала, текущие свои затраты ферма. Но, опять же, если это вот рассматривать в комплексе, то это очень хорошее дополнение. Потому что отделить производство сыра от завтрака туриста, ну, практически нереально, да, отдыхающих людей. В общем, не, это единственное, то, что нас поддерживают, потому что, конечно, помогают друг другу. То есть, и заказчики нашего интернет-магазина появляются из числа отдыхающих на базе. И те, кто отдыхает здесь, это все тоже потребляют. А иногда бывает и наоборот, что те, кто заказывал продукцию, они потом узнают, приезжают. А, оказывается, у вас еще и можно пожить тут. И вообще становятся друзьями, понимаете, то есть, это прям целая такая комплексная, такое, комплексная, вот ее правильное слово здесь, история. То есть, это все вместе, это вот так вот, это ощущение, знаете, это создает на подсознательном уровне такое вот ощущение добра, счастья и такого вот радости, которую мы стараемся. Мы сами это испытываем, поэтому мы очень хотим передать это нашим гостям. Друзья мои, значит, я напомню, что все ссылочки, я знаю, что у вас несколько инстаграмов отдельно по базе, отдельно по ферме, сайт один, другой. Все ссылочки будут оставлены в описании. А сейчас я предлагаю начать потихонечку двигаться по ферме, знакомиться с людьми, знакомиться с технологией содержания. Welcome, друзья мои, но мы с вами еще, конечно же, не прощаемся. Друзья мои, мы продолжаем движение по Илларанте, и сейчас мы пришли смотреть коров. Перед нами Андрей Николаевич, Андрей Николаевич, привет. Добрый день. Фамилия как ваша? Колесников. Андрей Николаевич, чем вы тут заведуете, и сколько голов у вас? На нашей молочно-товарной ферме находятся общие поголовья 22 головы, из них 11 дойных коров, остальное шлейф молодец. Быки свои? Нет, искусственное семенение. Искусственное семенение. Коровки у нас, айширские. А семья где берете? У Ауа Невская. Ну, в Питере, да, где-то? Естественно, в Кушкене. Отлично, давайте тогда посмотрим ваши коровок, более подробно поговорим. Привязное содержание? Да, у нас привязное содержание. А гуляют ли они? Частично. Частичный выгул, загоны. В загонах там есть? Да, которые на территории находятся рядом с коровником. Сколько молока-то вы получаете? Если вас интересует суточная оваловка, на данный момент у нас основные 5 дойных коров, мы получаем 120 литров молока. С 5 дойных коров 120 литров. Это по 25? Да. Условно говоря, да? Ну, это да. Так, и молоко, соответственно, у Айширок жирное. А это вот бычки стоят. Да, у нас два. Это дети просто. Ага, хорошие дети. Так, к детям сейчас вернемся. Жирное молочко. По вчерашнему я делаю ежедневное исследование, подскольку у нас свое производство. Вчера у нас жира 4,72. 4,7. Прекрасно, прекрасно. А молоко, как я понял, на собственную сыроварню здесь? Да, у нас мы перерабатываем все своими силами. А сыроварню, друзья мои, мы еще обязательно посмотрим. Бычки-то что здесь делают вместе с коровами? Ну, это дальнейшая судьба, как вы понимаете. На мясо, да? Да. То есть, бычки идут на мясо. Да. Ой, красавчик. Красавчик. Бычки Айширские. А может их продать, как чистопородных? Ну, у нас нет такой и необходимости покупать, или мы такой темы не задавались. Ага, понятно. Ай-яй-яй, не пугайся, не пугайся, не пугайся, дорогой. Так, это тоже ведь, наверное, бычок, нет? Нет, это корова. Коровка, да? Зайка, это зайка. Да, зайка. Тут, друзья мои, мы видим вот такие хедлоки, где корова. Фиксируете здесь же, да, их это самое, если нужно провести? У нас нет прям такой необходимости в фиксациях. У нас никаких заболеваний и травматизма у нас никакого нету. Для обрезания копыт. Есть станок? Нет, специальный станок, нет, мы приглашаем, люди приглашают. А, то есть приезжают люди со станком, да? Да, да. То есть не свой? Узкие специалисты должны быть, которые сделают все правильно. Знают толк. Совершенно верно. Так, про воду поговорим. Вода откуда здесь у вас поступает? Апельанская скважина у нас. Своя на территории, да? Да, да, да. А зимой как? Подогревается как-то? Нет. Нет, здесь не мерзнет, да? Нет, такой проблемы. А помещение само утеплено как-то? Стены, потолок имеется в виду? Ну, обычные строительные материалы у нас ниже, плюс 10 не опускается температура. Понятно. Вентиляцию я вижу, она под собственным весом опускается, судя по всему. Нет, у нас три. Да, три короба вот. Три у нас колодца, да. Естественная циркуляция, они у нас нету ни притока, ни вытяжки. У нас окна, как вы видите. Да, окна большие. А почему сейчас они при закрытой? Мне кажется, вы попрохладнее, нет? Ну, это обед просто, вам так кажется. Это на обеде. Это у нас уже обед. Время. Ага. А животных-то откуда завозили этих? Здесь где-то покупали, в Ленобласти? Да, в Ленобласти у нас. Из одного хозяйства мы им взяли. Десять основных. Я знаю, что у вас здесь проходит хорошая выставка «Белые ночи», которая называется, да? Бывали там? Один раз. Ага. Ну, с коровами или как? Нет, как посетитель, да? Да, зритель. Ага. Вот она. Вот она, красотка, которой зовут Булочка. 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 Да, вот ее дочка как раз, Георгий Игоревич с ней занимается. Сейчас мы посмотрим, что значат вот эти цифры. Это чисто служебная информация, это по комбикорму. Сколько давать комбикорма, да? В зависимости от надоя. От статуса. От надоя и статуса коровы. Потому что у нас, как в нормальном товарном хозяйстве, и на ватильные, и запускные коровы, и на раздое, и в стадии стабилизации. У нас все по-взрослому. Все по-взрослому, да. Хорошо, 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 девочка. По кормам, что даем, кроме сены? У нас круглый год мы стоим на едином рационе. Монокорм практически. Да, монокорм у нас. Сенаж, сено и концентрат. А концентрат какой? Свой? Или где-то покупаете? Мы закупаем в Тоснинском комбикормовом заводе своя у нас только дробленая кукуруза для нормализации сахаро-протеинного отношения. Мы даем длинный углевод, крахмал, то есть. Понятно. И тут вот у нас... В данный момент у нас сенаж с утра остался и немножко сена. Очень у нас на самом деле классный здесь. Здесь мы уже говорили однажды о том, что пол скользкий, чтобы было хорошо пододвигать и чтобы коровы языком никакой свой язык не поранили. Да, полированный пол практически. Мы видели с покрытием классные полы, чтобы травмы, чтобы коровы не травмировались. Ну и у вас тут очень... Ой, тут хорошо. Она в этом плане животная. Ей лишь бы нахвататься. Ей лишь бы не хвататься, точно. Так, давайте посмотрим, как у вас сделано здесь помёты, говорю. Посмотрим, как сделано возоудаление. У нас простой скребковый транспортер. Вот у нас по всей... Зайдём сюда, да? Ну так, конечно. Вот. Мы видим с двух сторон. Сколько раз в день убирают? Четыре. Четыре раза в день, да? Ну, коровы вполне себе в хорошем состоянии. То есть вот... Я даже сказал бы в отличном. В отличном состоянии, совершенно верно. Вот у нас такое вымя. Вымя, вижу, обрабатывается, да, соски после дойки, да? Обязательно. Обязательно. Вся технология до доения, после доения. Это уже наша девочка, здесь родилась, здесь выросла и будет в октябре уже мамой. Как её зовут? Это наша умочка. Умочка? Да. Одна уже расстелилась такая девочка, вон Марточка стоит. 28 литров по первому удою. А телята крупные рождаются у айширов? У айширов нет. У айширов средние 30-35. Ну, то есть... В этом плане очень благодарная такая порода для ветеринарных врачей, потому что очень лёгкие отёлы. То есть помогать не нужно, да? Абсолютно. Ну, чуть-чуть там, уже в финале, чтобы побыстрее вся эта коробка. А так... Вопросов у нас нет. Любашенька. Вот. То есть, друзья мои, вот у нас идут поверху молокопровод. Соответственно, доится аппаратами. Да. И всё это попадает в танк. В танк, молочный танк охлаждается. В течение 20 минут мы до 4 градусов догоняем. Ну, сейчас я предлагаю туда зайти. А здесь вот у нас, соответственно, всё как обычно. Перекидывается навоз на улицу, в телегу и так далее. И в навозохранилище. Навозохранилище. Булочка, как девочки, прямо раскакались-то. Красавицы мои. Да, вот, ребята, ещё раз обращаю внимание. Да, будет. Соски. Корова чуть-чуть нервничает. Соски обработаны после доения. Всё как положено. Ну, и вот так происходит уборка навоза, канаву, а потом запускается механизм. И, соответственно, маты здесь, да, у нас? Совершенно менно. Пененный полистирол. Очень тепло. Не травматично. Ну, сейчас и в России, кстати говоря, уже выпускают вполне себе приличные маты. А это наше производство. Да, 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 да. Вот оно. Давай посмотрим наше вымя. Это новотельная корова-кукла. Второй отёл. Они вот все на второй отёл. Кто у нас тут? Это наши последние. А можно открыть? Мальчишки. Бычок и тёлочка там, да? Нет. Два быка. Два бычка. Оскар и Зевс. Оскар и Зевс. М-м-м, красавчик. Да? Бодаться идём? Бодаться идём. Ты кто, Оскар или Зевс? Зевс. Это Зевс. Ну, вот у нас Оскар. А что Оскар у нас отдельно стоит? Пока Зевс маленький. А-а-а. Ой, 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 ой. Он только 24-го родился. Он сиську, мне кажется, ищет. Ну да. Ты-то другую не найди тут мне. Вот такие у нас Оскар. Закрываем. И Зевс. 24-го, 0-8-го. Совсем недавно родился. Сегодня у нас, я уже сбился, по-моему, 29-е. 30-е. 30-е, да? 6 дней. 6 дней всего. Ага. Это вот чуть-чуть постарше. Это бычок тоже, по-моему, да? Нет, это Лидочка. Это дочка булочки. Лидочка-дочка булочки. Вот так вот тут все. 22-й годик, да. Все с любовью. Она будет, как мама, маленькая, аккуратненькая. Ага. Вообще-то мы работаем с финскими быками. Финская линия, вы сами понимаете, это более такой... Низкорослый. Низкорослый такой скот, да. Это датская линия. Там, да, там идет на укрупнение, но немножко теряют в молоке. Ну и, соответственно, у нас здесь помещение под проезд трактора, чтобы тут раздачь, корм, по крайней мере, завести сено. Для завоза. Да, для завоза, да. И достаточно высокая вентиляция, покажу еще раз, сделана вот здесь. Под собственным весом открываются люки. И за веревочку, вот за эту, если нужно, их закрывает. Ну, люки-то, наверное, всегда открыты. Да. Нету смысла их закрывать. Потому что заполнен под целиком у нас корпус, поэтому... Даже в этой зимой 30-х градусные морозы мы... Не закрывали, да. Не закрывали, и у нас было плюс 10. Угу. Давайте зайдем в молочный блок. Молоко во время доения, после... Королу попадает в накопительную колбу. То есть вот у нас заходит молоко вот отсюда, по этому молокопроводу, в эту колбу. Накопительную колбу. По мере накопления срабатывает под молок. Клапанок. И перекачивается через фильтр, который здесь находится. Попадает молоко в танк. Вот у нас танк. Так, и в танке оно... Танк-то небольшой здесь, на полтонны. На полтонны, да? 500 литров. Угу. Так, и здесь охлаждается? Совершенно верно. А на... Конфессор. Да. А на производство как он поступает? Приезжают ребята, которые забирают, и мы переливаем из сливного крана в их тару. А тараки, эти 50-литровые бидоны? Там простые люди, такие же, как и мы с вами. Поэтому там 50-литровые баки пластиковые. Угу. Вот так вот это у нас доловалевское оборудование, судя по всему, стоит. Да. Это все, да, их? Да. Все оригинальное. А вот эти вот, что такое за трубы? Вот это что за бак? Это... Промывочный? Нет, это вакуумная система. А, вакуумная система, вакуумный насос, да. Ага. Ерунда. Промывочный аппарат, вот он находится, автоматика. Угу. Двухфазная промывка, то есть, ну, как обычно, промывка, щелочь, промывка, кислота, щелочь. Раз в неделю, естественно, в санитарный день. Соответственно, вот здесь стоит баки. Щелочки, щелота. Вот. Вот такая, такое, ребята, оборудование классно. Все очень-очень компактно. Очень-очень хорошо, очень чистенько. Супер. Супер. Ну и, соответственно, вот здесь вот... То, что прикасается, такие расходные все материалы, это все в хлорном растворе. Круглые сутки. Только на время пользования. Находится, да? Да. Отлично. Доить это сколько раз в день? Два. Два. Два раза в день. Третий-то не пробовали днем доить? Вы знаете, как показала практика, это никак не влияет. Не влияет на количество, да? Абсолютно на валовый надой. Единственное, мы можем на вательной коробе, когда отекшее вымя, просто чисто помочь... Облегчить жизнь. Облегчить ей состояние. Мы одни из первых в области происследовали сенаж, поскольку у нас заготовка с консервантом, мы через 5 дней его уже пустили в работу. На исследовании у нас сенаж первого класса. А заготавливаете это сенаж в рулонах индивидуальной упаковки, вот эти вот, да? Да, да. Свои поля, соответственно, здесь. Своя земля у нас, 22 гектара у нас. Андрей Николаевич, про Ваш опыт несколько слов. Где работали и как давно здесь работаете? Здесь я работаю в ноябре будет 2 года. Сам я вообще ростовский. С Ростова? Да. Как-то все, наоборот, с севера на юг переезжают, а тут из Ростова на север? Ну, здесь. Понятно. Понятно. А опыт по КРС у Вас какой? Я работаю только с коровами. Именно с молочным. Ну, у меня общего 32 года стажа, на коровах я, ну, 20 лет чисто. О, то есть опыт такой большой и это самое. Да. Мы можем видеть, что здесь очень-очень у Вас все аккуратненько и очень все дело хорошо организовано. А коровок, может быть, побольше надо? Ну, это решать собственникам. Угу. Валаранту, да? Нет, не Валаранту, я здесь рядом купил дом. Ага. То есть прямо... В прошлом году, да. Прямо рядом здесь. Дети в Питере, поэтому мы решили... Вот так вот, на природе здесь хорошо. Да, совершенно верно. То есть мы тут вышли с обратной стороны. Ребята, смотрите, какие здесь классные помещения. Все одинакового цвета, одинаковой архитектуры. И вот у нас здесь выгульная площадка через ту белую заднюю дверь. Это мы из коровника вышли. Так, друзья, мы через очередной ДЭС-барьер проходим в помещение. Андрей Николаевич, что здесь у нас? Это у нас цех по переработке молока. Цех по переработке молока, да? Да. Так. Что у нас тут в этом цеху? Пастеризаторы. Так. У нас здесь сепаратор. Сепаратор стоит. Ну и вспомогательное все эти. Потому что у нас... А что в молочном цеху делается? Значит, у нас наименование продукции. Молоко питьевое пастеризованное. Йогурт. Кефиры разной жирности. Домашние сливки. Ну, то есть деревенская сметана. Сыр. Обезжиренный и из цельного молока. Творог, извиняюсь. Из обезжиренного и цельного молока. И адыгейский сыр. Понятно. Тут вот у нас мешалка, судя по всему. Да. Для молока. Пастеризации перемешивается. Отличный цех. Опять же, обращаю внимание, что все очень чистенько. Все очень и очень красиво. Соответственно, тут датар. Да, наверное, вот это стоит у нас. Да, датар. Ага. А это вот что такое? Это скоро перейдем на упаковку. Ну, почти как... Как... Любой. А, крышечка, да? Крышечка, да? Крышечка, да. Да, понятно, да. Да, 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 да. О, очень круто, да. После изготовления продукция попадает, естественно, в камеру охлаждения. Камеру охлаждения. Да. А что-то немного у нас товара. У-у-у, холодно. У нас сегодня отгрузка. Отгрузка была с утра, да? Да, у нас же два раза в неделю. Четверг и понедельник. Ага, сегодня у нас как раз понедельник. Да. А молоко, кстати говоря... То есть, вот тут ворок. Молоко, кстати говоря, по жирности, как вы нормализуете, не нормализуете? Или на этикетке написано 3-5% жирности, или как? Нет, ну, изначально я вам уже сказал. У нас молоко, ну, вчерашнее, допустим, 4,7, стабильно у нас 4,2. Ниже у нас не бывает жира. Естественно, для изготовления каких-то продуктов с какими-то указанными параметрами нормализуется молоко, обратно свежим притом. Ну да, понятно, да, не водой. Ну да. А вообще питьевое молоко как продаете? Какие? Тоже. Тоже, да? На Илоранте на базе, основная часть, и через интернет-магазин. Ну а по жирности как? Какая жирность молока вот в продаже? Исходная. Исходная. Вот какая есть, такая и есть. Такая и есть, да. То есть сегодня 4,7, завтра 4,2. Да. То есть это нормально? Да, да. Ну то есть я к тому, что на этикетке молока написано там от 4 до 5, условно говоря, жирность, да? Да, совершенно верно. Ага, это очень-очень круто, ребята, значит, когда вы покупаете молоко, не знаю, где, в магазине у фермеров или в интернет-магазинах, всегда смотрите, если указан только, допустим, 3,5, то значит молоко в любом случае нормализуется. А если есть там шаг 4-5 процентов, это настоящее фермерское молоко. Ну вы понимаете, что жирность это очень плавающая. Да, 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 да. Белок более стабилен, 3,2, 3,2, да, 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 да. Или 2,5 там, то жир, это величина такая, плавающая. Так что обращайте внимание, когда покупаете молоко, чтобы оно было настоящее фермерское. Двигаемся дальше? Да. Андрей Николаевич, куда идем дальше? В наш мини-убойный цех, где мы забиваем мелкий рогатый скот, в нашем случае это барашки. А сколько у вас барашков? Значит, общее поголовье у нас на данный момент 140 голов, из них матки 60, все остальное молодняк. А барашки какой породы? Матки у нас чистокровка Романовка и чистокровка Эдильбай, курдючная. Дети уже второй, сейчас будем получать окот, помесь. Понятно, но кроете именно Романовку Эдильбай? Нет, Матка Романовка, да, а бараны, два барана у нас чистокровные Эдильбай. А потом, что хотите-то в итоге? То есть переводить, чтобы получить Эдильбай в конечном итоге? Или так и будете кроссы делать? Поплотительным скрещиванием не будем этим заниматься. Мы так и оставим с мясовое, посмотрим чистокровки будут у нас, естественно, и помесные. Помесные показали себя хорошо. Сколько Романовки-то от Эдильбая приносят ягнят? Романовки остаются верны себе 2-3. 2-3, да? 2 окота в год, да. Эдильбай это 1, редкие некоторые матки 2, но, естественно, 1 ягненок. Да, 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 да. А по мясу, по весу сколько? Можем заходить пока это. По мясу, по весу. Ну, Роман, как вы понимаете, это шубная порода, поэтому здесь как-то о мясных качествах говорить не приходится сильно. Это уже возрастное животное. Помесные ягнята, вот у нас 5-месячные баранчики, которые вы видели там в загоне. Туша 15 килограммов. 15 килограммов. В мясе, да. Отлично. Заходим. Это наш мини-убойный цех. Мини-убойный цех. Все очень-очень чистенько опять же. Сейчас никаких нету производственных у нас? Нет. У нас это 2 раза в неделю происходит. 2 раза в неделю, да? Да. Классный цех. По заявке, естественно. Ага. Классный цех. Вот мы видим крюк, на котором передвигается вот по этой рельсе животное. Андрей Николаевич, давайте поподробнее. По технологии забоя. Здесь происходит забой, забеловка, естественно снятие шкуры, выпуск мутонности. Все, в дальнейшая судьба попадает камеру охлаждения. То есть тушка уже. Да. То есть вся раз... Здесь после забоя, после туалета убойного попадает прямым ходом в камеру охлаждения. То есть вот у нас по этой рельси приехала тушка. Да. И в ручном варианте попадает камеру охлаждения. Там 2.1 я вижу. Вот опять же на крюках. Здесь она хранится, долго не будем. А здесь, соответственно, уже разделочный стол, где мы получаем запчасти. Слушайте, класс. Все очень-очень чистенько и все очень красиво. А барашки-то куда идут мясо? То есть это магазины? Нет, это по заказу у нас есть интернет-магазин. Ну, то есть под заказ в интернет-магазине, да? Совершенно верно. Напомню, друзья мои, что все ссылочки будут оставлены в описании. Если кто находится в Питере, в Выборге, не знаю где, рядом, можете обращаться за мясом Романовки и Эдильбая. Вот тут у нас еще барашки. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, что это за группа у нас овец? Это здесь матки и ягнята. Ну, естественно, 2 барана. Матки и ягнята и бараны для гаремной случки. Вот, и козел там стоит, я вижу, в центре. Да, есть у нас Яша. Ага, а здесь-то вам козел зачем? Они на выгуле в основном нужны, на выпасах, а вон там еще впереди. У нас и козы, и козы у вас тут есть. А, вижу, вижу, вижу. На заднем плане там, да. С четырьмя ребятами. Ага, понятно. А вот наш последушек, нежданно-негаданно. У нас три окатились в июле, а вон он стоит. Красота. Как плюшевый получился. И не поймешь, на кого он похож. Баранчик, да? Да, кофейного цвета такого. Да, и не Эдильбай, и не Романовка, и хвост длинный. Девочка, кстати. Мы заходим в помещение для овец, овчарня. Овчарня, кто не в курсе, это не там, где содержат овчарок, а там, где содержат овец. А овчарок содержат на псарнях. Так, вот здесь у нас такие клеточки. А, и проход. Да, это загоны, куда они заходят на ночь. Вот у нас выгул, и, соответственно, через вот это помещение, они расходятся в разные стороны. Да, вот. Кому, куда, хочется. Да. А вы их как-то контролируете, кто куда зайдет, или нет? Ну, зачем? Нет, сами, да? Ну, так же, общая масса, так же. Ага, то есть сами встали, как... В общей массе, да. Вот у нас эти самые кормушки для сена, соломы. С того края для комбикорма. Да, с того края для комбикорма. Помещение сколько здесь? Квадратура? Да. Сколько на сколько? Ну... Я не знаю, важно или нет, что присоединится. Ну, давай скажем. Ну, это финская технология. Да. Вот у нас Роман Юрьевич обратил внимание на то, что у нас поднято... Загон поднят над уровнем пола. Андрей Николаевич, зачем это нужно? Я так подразумеваю, для вентиляции, для стока лишней жидкости. Не более у нас-то посылка-то сменяемая. То есть, если была глубокая несменяемая, тогда да, в этом бы не было необходимости, возможно. Я не проектировал, я не строил, я не... То есть, вы пришли, уже когда стояло. Да, было сделано, да. Я понял. То есть, вот у нас тут кормушки для комбикорма. И, соответственно, вот мы можем видеть с угла вот это помещение и загоны. Поилочки с двух сторон от столба. На каждую получается по две поилки. И трубопровод поверху, водопровод вернее. Вот. А как чистится? Вручную. Вручную, да? То есть, вот тут у нас какой-то... Здесь все вручную. У нас тут какой-то жёлоб был заложен. Потому что, нет, здесь, вы как понимаете, это сейчас мы на улице, осень, зима, весна, здесь моется все вот эти вот... Промывается, да? И все смывается. Ага, то есть, поэтому жёлобу вода, да? Для смыва вокруг. Классное такое помещение. Давайте я обойду, покажу. Это клетки для окота. То есть, ставим сюда овец на окот, да? Да. Ага. В советской школе животноводства называлась клетка «кучка». Кучка? Да. Это термин, чисто такой учебный термин, где первые дни стоят овца, чтобы ягнёнок привыкли друг другу к запаху. Чтобы потом, когда переводится в общее стадо, чтобы не потерялись. Ага. Слово «сакман» у вас используется? На юге, да. Угу. Здесь нет, да? Здесь нет. Здесь не понимаю таких терминалов. И слово «кочкар» тоже не понимают. Вот. Мы зашли с другой стороны, также по диагонали. Вот помещение, чтобы вы могли посмотреть устройство этих загонов. Ну и вот, отсюда подаётся вода. Это на улицу. А, на улице утекает. Ага. А подаётся на откуда? У нас одна, там из-под земли. Ну, у нас одна вот. Одна линия вообще. В молочном цехе у нас скважина, фильтры там стоят. То есть и по всей ферме разведена. И потом разводка идёт по всем помещениям. По всем помещениям фермы. Угу. Вот так вот. Это через эти ворота сюда завозят сено. Все. Подпишись. В él. Сырей. В. В. 括 79r. Выполнимитесь на этот шкачкор. Выполняемся на эту корее. В. В. Продолжение следует...